В эфире дневные новости. Мы вещаем из-за целя Шаратонга. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот темы к этому часу. Третье вне закона. Около 30% микрофинансовых организаций республики еще не вступили в саморегулируемые организации. Навязанная услуга страхования жизни в Башкортостане показывает рост практически в два раза. И старт в конце сезона. Чартеры из Уфы в Турцию возобновятся с 22 сентября. Обязательное вступление в саморегулируемые организации не окажет негативного влияния на центры микрофинансирования. Об этом говорят участники республиканского рынка. Все подобные организации должны были вступить в СРО до 6 сентября этого года. Иначе они попадают в разряд нелегальных. По данным Центробанка, на 2 сентября из более чем 3 тысяч микрофинансовых организаций в СРО не вступили более тысячи. По республике около 30%. Тем не менее, по мнению экспертов, нововведение не повлечет серьезного сокращения количества участников рынка. Уйдут только те, кто и сейчас сфиксирует убытки. Изначально самые регулируемые организации в данной сфере создавались для отсеивания ненадежных и теневых игроков. Кроме того, монетарным властям удобнее работать с крупными структурами, а не с сотнями мелких. Аналитики отмечают, что сами микрофинансовые организации вступают в СРО лишь для формального соблюдения законодательства. А свои насущные вопросы стараются решать самостоятельно. На самом деле, задумка-то наверняка была хорошая, что если возникают какие-либо вопросы в части законодательства, выяснение отношений по любым аспектам, выяснение некоторых проблем и вопросов СРО, то организация, которая компетентно должна была ответить на все эти вопросы. Но вообще обращаемся мы не часто, поэтому стараемся все свои вопросы закрывать все-таки сами, покупать всевозможные программы, ходить на курсы, учиться и так далее. В Башкортостане за первые полугодия рынок страхования жизни вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала же года жители нашего региона заключили 29 тысяч договоров. По данным страховойка группы САГАС, сегмент страхования жизни в Башкортостане на сегодняшний день является вторым после ОСАГО. За год его доля выросла с 11,7% до 19,3%. В абсолютном выражении прирост составил 87% с 783 миллионов до полутора миллиардов рублей. Мнение многих экспертов сводится к тому, что страхование жизни и здоровья нельзя назвать добровольным. Просто страховые компании наладили успешный бизнес. Ведь клиенту зачастую оплачивали этот продукт вынужденно. Чаще всего это происходило при приобретении полиса ОСАГО, оформлении потребительского кредита или ипотеки. Для сравнения, в соседнем Татарстане наблюдается отрицательная динамика – минус 4,5%. В целом же по России прирост всего 0,7%. Такие данные портала РБК ОФА со ссылкой на Центробанк. Напомню, что с 1 июня вступило в силу решение мегарегулятора, которое позволяет отказываться от любого навязанного страхового договора в течение пяти рабочих дней. Авиарейсы из Уфы в Турецкую Анталью возобновятся 22 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта. Прямой рейс из столицы республики состоится впервые с декабря 2015-го, когда все чартеры в эту страну отменили. По прогнозам Российского союза туриндустрии, стоимость туров в Турцию снизится после возобновления чартерного авиасообщения на 20-30%. Однако туроператоры республики сомневались в целесообразности организации перелетов в этом году, связывая это с близким окончанием туристического сезона в Турции. Напомню, постановление об отмене чартерных перевозок из России в Турцию премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 27 августа. Курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллары и евро подешевели. Американская валюта по отношению к российской снизилась на рубль 10 копеек в 64,76. Европейская валюта просела на рубль 34 копейки в 72,37. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке «Финанс» за 64,75, продажа в Россельхозбанке и Уралкапиталбанке за 65,19. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке «Тульский расчетный центр» за 72,5 рубля по продаже в Уралкапиталбанке за 72,60. Правительство Башкортостана снизило нормативы обеспеченности трудовыми площадями для Уфы. Теперь на каждую тысячу жителей столицы республики должно приходиться 802 квадратных метра объектов торговли. Ранее целевой показатель составлял 903 метра. Средняя цифра по республике – 560 квадратов против 594 в прежней редакции. Согласно постановлению правительства региона, изменение нормативов коснулось всех муниципалитетов. Так, в Салавате норма обеспеченности выросла на 20 квадратных метров, в Стерлитамаке – на 33. На сегодняшний день Уфа занимает седьмое место в России по обеспеченности магазинами среди городов с населением свыше 500 тысяч человек. На каждую тысячу жителей башкирской столицы приходится 399 квадратных метров торговых площадей. Лидирует в рейтинге Краснодар с показателем в 933 метра. Отмечу, что касается Уфы, то здесь с начала года в торговых центрах от 20 до 40% этих площадей не заполнялись. Для выхода из ситуации ТЦ были вынуждены пересмотреть ценовую политику по аренде за квадратный метр. Однако пока динамику выровнять не удается. К этому часу вся информация. Увидимся в 14.30.